Продолжение следует... — Ну, здесь только давайте так. Праздник весны и труда — это официальное название 1 мая уже в Российской Федерации. В Советском Союзе он понимался абсолютно по-иному. И здесь сначала нужно объяснить нашим зрителям, в чем связана вот эта трансформация. Понятно, что она так или иначе связана с нашим бытием, с нашей окружающей действительностью. — Видите ли, в чем вещь? Труд вообще в истории человека — величайшая штука. И, как известно, именно труд превратил обезьяну в человека. Но в нашей стране, к сожалению, за последние 30 лет мы в обратку поехали. И сейчас где-то проезжаем... Ну, феодализм мы уже проехали, уже где-то маячит рабовладение. И в этой связи главным топливом становится как раз-таки антисоветизм. И отсюда, и отсюда советский Первомай, вот то, как помнит его мое поколение, да, вы-то, конечно, нет, он всячески очерняется. Причем с разных абсолютно взглядов, под разными личинами. Я вот тут на днях прочитал статеечку интересную, остепененного такого достаточно, ну, сейчас им можно, абсолютно клирикального такого духоскрепника, да. И там преломление очень-очень забавное. Причем написано так достаточно убедительно, хорошими такими фразами, выражениями. В чем смысл? Смысл заключается вот в чем. Значит, сей автор трактует труд как божье наказание за первородный грех, понятно, да? Поэтому труд, он должен быть тяжелым. А поскольку большевики, они же негодяи, они же атеисты, и они захотели Бога обмануть, поставить труд на службу человеку. Но это величайшая наглость, по его мнению. И поэтому, соответственно, Бог их покарал 1991 годом и так далее, и так далее, и так далее. Но в чем основная мораль? Трудитесь, будьте рабами. То есть, это возвращение, ну, абсолютно-абсолютно к средневековым провиденциалистским вещам. С другой стороны, советский труд и советское ощущение этого праздника, оно, разумеется, всячески обгаживается либералами. Но они идут с иных позиций. Все эти так называемые экономисты, там, социологи и так далее, и так далее. Они спекулируют еще мантру 90-х годов, что советский труд, советское общество и в целом советскую экономику убила уравниловка. Что, дескать, в условиях общественной собственности на средства производства не может, в принципе, быть, по их мнению, четкого определения количества и качества труда каждого человека. И поэтому, дескать, вот уравниловка. Единственное, где это может быть, это только когда у вас честный буржуй, хозяин. Вот это вот только так может быть. Причем, опять же, наводят тень на плетень. Может быть, сами не знают, а может быть, скрывают. От читателей. Дело все в том, что в Соединенных Штатах Америки уже в 70-е годы, в 1970-е годы, возникла сложнейшая проблема, проблема мотивации рабочего. И там американские психологи бросились это изучать. Почему же, собственно говоря, да, вот казалось было, да, мотивации долларом, да, но вот об этом они скрывают. Помимо этой брехни, огромное количество сегодня выливается, к сожалению, откровенных спекуляций. Ну, например, там эксплуатация детского рабского труда в СССР. Причем есть такие, кто этому верит, действительно. Обгадили полностью стахановское движение. Причем вот тоже вот насколько вот сегодня утеряна абсолютно совесть, да, проживая в обществе, в стране, где полностью разрушена промышленность, где мигрантов-рабов завозят тысячами, обгадить вот людей труда 30-х годов, 40-х, послевоенного времени, колхозников и так далее. Ну, это просто цинизм, величайший цинизм. Еще одна штука, которую тоже очень любят спекульнуть, это, дескать, вот этот вот миф про тысячи и тысячи бездельников, которые сидели в советских НИИ. Ну, вот посмотрите в фильме Рязанова, они же там все красятся, да, они же там все по магазинам бегают, они же там не работали. Причем вот эти авторы, которые все это постят, они говорят, я таких видел. Вот, 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 сам я таким не был, но вот такие вот вокруг меня. А мне вот хочется тоже вот у них спросить, а миллионы бездельников-охранников ты не видишь, когда ты начинаешь подобного рода вещи говорить? Поэтому, вот, понимаете, советский труд сегодня, как и в целом в системе антисоветизма, он, разумеется, всячески подвергается подобного рода спекуляциям. О чем умалчивают? А умалчивают о самых главных вещах. Но я напомню, что в 1930 году в Советском Союзе была закрыта последняя биржа труда. И вплоть до 1991 года трудоустройство – это обязанность государства. И в конституциях 1936 года, 1977 года гражданам Советского Союза гарантировалось стопроцентное трудоустройство. И поэтому невозможно себе было в принципе представить, что человек мог быть выгнан на улицу, что человек мог бы остаться без пропитания. Вот об этом сегодня умалчивают. Когда вы говорите, почему разные впечатления? Ну, Первомай, Советский, ясно, вы не помните. Я-то, собственно говоря, их помню. Кстати, рекомендую вам посмотреть, сохранились кадры? Сначала идут колонны передовиков. Это право надо вообще-то еще заслужить. Но они передовики. Почему? Потому что они отчитываются о том, что они сделали. И вот посмотрите, там, скажем, Первомай, начало 80-х годов. Там идут молодые ребята, которые строили БАМ. И вот они там конкретно рассказывают, вот что мы построили, что мы реально сделали. Ясно, да? А сегодня, как это себе можно представить? Ну, он диктор объявляет. Во главе колонны олигарх такой-то. В списке Форбс такой-то. И вот он в обнимку с чиновником идет. Вот как это себе сегодня можно представить, да? Или зеркально там сравните советские профсоюзы, да, и нынешние. Понимаете? Ну, это же просто небо и земля. И отсюда, вот эти абсолютно бросающиеся в глаза ярко выраженные несостыковки, они как раз-таки и полностью не позволяют поверить в то, что каким-то образом это вообще имеет отношение к свободному труду. А его и в принципе быть не может, если вы в 90-е годы уничтожили всю промышленность, если вы в 90-е годы уничтожили совхозы и колхозы, настоящих, трудяк. Кстати, я вам напомню, что в 1938 году в Советском Союзе была учреждена награда герой социалистического труда. И на всем протяжении Советского Союза героями соцтруда стали чуть больше 20 тысяч человек. Это очень мало. Ну, тут, как сказать, мало. Тут дело-то не в количестве, понимаете? Да, но факт качества этой награды. Вот сейчас я пояснил, понимаете? Дело, это тогда не давали соцтруда поющим трусам. Она там попела на сцене что-то там, и все, сразу герой, да? Нет. Тут важнее другое. Во-первых, во всех 15 республиках, но если размасштабировать статистику, около 60% героев соцтруда – это труженики сельского хозяйства. Это не чинуши. Это не какие-то там непонятно какие бюроки. Это непосредственно труженики сельского хозяйства. Дальше, около 20% – это труженики промышленности, из промышленности. Около 5% – это строители. Были трижды лауреаты. Здесь это, конечно, фигуры, ну, абсолютно выдающиеся. Те, которые создавали мощнейший щит, на котором мы во многом существуем до сих пор. Ну, вот, например, трижды лауреат соцтруда – это знаменитый Курчатов. Или, например, авиаконструктор Ильюшин. Но все они реально руками создавали новую окружающую нас действительность. И поэтому, самое главное отличие, отвечая на ваш вопрос, советский праздник, Первомай, это был, ну, сейчас я еще поподробнее расскажу, да, как вот его историю. Это был праздник свободного труда, то есть это был не праздник власти, это был праздник свободного труда. Это был не праздник, как сегодня там шагают колонны «Единой России», да, а позади там профсоюзы, которые прислуживают этой самой «Единой России», вот, раздербанили всю советскую собственность, да еще и на детишках зарабатывают, башляют на кремлевских елках, как известно, да, бабки зарабатывают. Вот в советские времена, вот, не знаю, на детях зарабатывают, вот, а сегодня это можно, да, и поэтому бытие определяет сознание, вот, какое оно, собственно говоря, есть, таким образом оно и воспроизводится в нашей жизни. И вот этот вот поворот назад, реанимация средневекового всего этого, об этом очень хорошо еще в 90-е годы предупреждал наш великий философ Александр Зиновьев. Вот мы это дело наблюдаем, и антисоветизм – это самое главное необходимое нынешней власти для того, чтобы доказывать, объяснять, ну, точнее, врать, так, если честно сказать. А как вы относитесь к статье за тунеядство? Ну, дело все в том, что в рамках советской системы общественных отношений, кто не работает, тот не ест. Но это не Ленин придумал, это вообще-то Священное Писание. И эта статья работала на благо государства? В рамках той общественной системы, конечно. А, кстати говоря, есть такое очень хорошее слово – тунеядец. Вообще, тунеядец – это из церковно-славянского языка. Синоним этого слова – дармоид. И в контексте советского общества, если ты в этом обществе живешь, значит, ты должен вкладывать свои какие-то усилия. А иначе ты становишься тем самым дармоедом и тунеядцем. Почему ты можешь пользоваться всем тем, что строили другие, но свой вклад туда не вносить? Почему? Это кто тебе так разрешил? Государство тебе готово предоставить любую работу. Государство готово тебя научить. Государство готово всячески тебя мотивировать. Вот, кстати, вот эта вот байка про уравниловку, да, имейте в виду, что это просто миф. И всем хорошо известно, что специалист 5-6 разряда, у него был денежный оклад 250-300 рублей, который вообще-то равнялся денежному окладу первого секретаря райкомпартии. Вот посмотрите сейчас какие, да, пропасти. Да, если тогда это максимум. И вот сразу вы поймете, да, как это работало. И предположим, если я очень хочу получать эти 300 рублей, а я всего лишь слесарь второго разряда, ну так, пожалуйста, учись, повышай квалификацию. Тебе только, представят тебе мастера, дадут тебе возможность это делать. Если тебе не хватает теории, пожалуйста, иди в техникум, иди в вечернее училище бесплатно за счет бюджета. Пожалуйста, становись. И отсюда, понимаете, вот вся система советского труда, она была построена именно так. Все для человека, вы поймите. Вот это вот, сколько сегодня издевательств над колхозно-совхозным строем, вообще организацией. Но вот людям настолько задурили мозги, что они просто не знают. А вот мне, например, рассказывали старики, которых я еще застал в дальних тверских деревнях. Там в крупных совхозах молодоженам ключи давали бесплатно. Либо дом, либо квартира, чтобы они оставались в этом совхозе и трудились. Если нужно было повысить их специальность какую-то, тракториста или еще, отправляли в город. Он там учился, потом возвращался назад. Давали подъемные деньги, землю прирезали, пожалуйста. А подъемные деньги, что это? Ну, подъемные деньги на первое время, чтобы что-то, да, необходимое в первую очередь, всячески помогали. То есть принцип был какой? Все во имя человека, все во имя его свободного труда. На этом основывалось. Когда я говорю об этих вещах, это вовсе не означает, что не было тунеядцев и лоботрясов. Здесь я прошу меня правильно понять. Но имейте в виду, это уже связано с человеком, понимаете? Это человеческий фактор. Конечно, но с точки зрения системы советской, это антинорма. Это неправильное поведение. А сегодня оно правильное. Так можно. Можно быть тунеядцем. Опять же, да, смотрите. И отсюда, разумеется, представление о труде и то, как он работает, и то, как это потом воплощается в конкретном конечном результате, оно будет абсолютно иным. И когда нам твердят, что, дескать, вот мы построили нечто более прогрессивное, ну вот мне бы хотелось бы, собственно, узнать более конкретно. Потому что результатом советской эпохи были многочисленнейшие достижения в разных сферах труда. Это могло быть и сельское хозяйство, и промышленность, и культура, и наука, и спорт. Это все труд. А какие сегодня, кто-нибудь вот не может назвать, вот опять же здесь я прошу меня понять, а то скажут, что, значит, Синелопов оскорбляет всех трудолюбивых людей. У нас их много в нашей стране. Я вовсе не оскорбляю. Я сейчас говорю о системе, то, как это, понимаете, во властных, во всех этих установках поставлено. Да, не поощряется. Вот о чем идет речь. И поэтому тогда, если я молодой специалист-тракторист, для меня все, понимаете, мне, если я невесту себе выбрал из соседнего колхоза, да и за меня еще они ругаться, спорить будут и предлагать мне еще больше, понимаете, где я буду работать с моей молодой невестой, да? А сегодня я что должен делать? А сегодня я должен идти в рабство, брать эти кредиты всякие для того, чтобы пришить элементарные задачи. Никому до этого никакого дела нет. Это нормально. Ну, отсюда и понятно, да, что получается, собственно, с трудом как таковым. А можно ли сказать, что в советское время труд превратили в идеологию? То есть это была вот такая идея труда. Не только. Не нужно только идеологии. Во-первых, да, я напомню, что сама вот эта вот идея праздника о солидарности трудящихся, она проникла в Россию еще в 1890-е годы. Но там это все, оно работало в форме протеста против власти. И все эти первые маевки и так далее. То есть это был протест. А вот праздником это стало уже именно в 17-м году. Вот это тоже очень важный момент. Понимаете? Потому что об этом, кстати, очень хорошо Луначарский писал. Ну, и Владимир Ильич Ленин, он четко, конкретно объяснил, что это такое. Это свободный труд. Это труд неугнетенного человека. Ради социалистического устройства человека. И поэтому общество увидело, почувствовало и готово было. Не то, что даже готово. Понимаете? Марст был абсолютно прав, когда писал, что капиталистический труд для рабочего – это самоистязание, которое убивает в человеке все человеческое. На страницах, ну да, можно там, да, посомневаться, еще что-то. Но есть очень хороший фильм великого Чарли Чаплина 1936 года. Называется «Новые времена». Вот там это отличнейшим образом показано. Вот в самых первых кадрах толпа рабочих, и тут же, как толпы баранов на заклане, да, идут. То там это очень хорошо показано. Кстати, именно после этого фильма ФБР объявил его коммунистом. И вот, кстати, тоже деталь очень важная. Смотрите. В Советском Союзе фильм закупили и его показывали во всех советских кинотеатрах тогда. А в нацистской Германии он был запрещен Геббельсом. Это вот для тех дурачков, которые ставят знак равенства между Сталином и Гитлером, плохо понимая и разбираясь, что и как, собственно говоря, работало. То же самое, смотрите, вот важный был символ – гудок. Да, вот до революции, ну, гудок, который обозначал, они были в разное время, по-разному. И гудок – это как был такой вот сигнал тоже на заклане. В советское время абсолютно иной был смысл в этом заложен. И не случайно одна из самых популярных советских газет, она так и называлась – гудок. И тираж ее к 70-м годам, если я не ошибаюсь, до миллиона он не доходил, но 700 тысяч был. То есть, вот смысловое даже наполнение, понимаете? Вот, сегодня есть что-либо подобное, что сегодня из себя представляет труд? Потом дальше, смотрите, вот тема тоже, на которой очень много спекулируют и говорят, что, дескать, это тоже все было придумано. Это то, что мы называем энтузиазмом трудовым. Все исторические источники, которые рассказывают нам о первых пятилетках, они все стопроцентно нам сообщают о том, что действительно мы наблюдаем энтузиазм советских людей, строителей. И огромное количество фактов изложено. Ведь не случайно переход на трехсменку по семь часов. Не случайно все вот эти вот инициативы рабочих, субботники, воскресники, ускоренные все вот эти вот темпы. С чем это было связано? Это было связано с тем, что, понимаете, тут диалектика. Когда мы с вами создаем новые реалии, в виде результата мы с вами от них питаемся. И мы с вами получаем тот самый энтузиазм, то есть заряд, который сильнее, важнее и денег, и тех тяжелых условий, в которых мы работаем. Это, кстати, вот явление очень хорошо Макаренко описал. Понимаете, потому что не каждый труд он воспитывает. Не каждый. Если вы что-то трудитесь, спекулируете и впариваете соседу, понятно, как он вас воспитывает, кого он из вас делает. Он из вас делает не человека. Да, почему? Потому что вы на чужих страданиях. А когда мы с вами совместно что-то создаем, и это улучшает и нашу жизнь, и жизнь наших детей. То есть мы не дворец в Геленджике строим, а мы конкретно, реально изменяем действительность. Мы с вами готовы так трудиться. И вот именно это явление, оно отмечено. Ведь, понимаете, в чем штука? Вот, кстати, статистически, за два предвоенных десятилетия советская страна подготовила десятки тысяч специалистов. Западная Европа 200 лет это делала. Понимаете? И тут вы ни деньгами, ничем, вы это не объясните. Но у нас же, да, начиная солженицына как? Что напротив каждого рабочего, трудящего стоял НКВДшник, который тут же, значит, стрелял ему там в затылок, значит, и вот на костях там. Ну, если кто-то в это верит еще до сих пор, ну, верьте, пожалуйста, плюйте в могилы своих бабушек, дедушек, которые честно жили, старались, трудились ради нас, оболтусов. Вот. Поэтому вот это вот явление очень важное. Дальше, смотрите, еще сказал, в философии труда, да, денежный момент, он не самый главный. В философии труда очень важный момент это понимание некой правды и справедливости. Понимаете, ведь что такое труд? Опять же, вот Макаренко абсолютно точно заметил, что труд это не только материальное благо. То есть то, что ты за это получаешь, да, конечно, заработную плату еще в это время никто не отменял, понятно. Но это в первую очередь еще и творчество важнейшее, потому что труд для каждого человека – это самый короткий способ себя заявить, выразить свои способности. И поэтому, когда вам предоставляются такие возможности, разумеется, что у вас это само по себе является органичной вашей мотивацией, тем более, когда это происходит в коллективе. Понимаете, в коллективе. Когда мы в коллективе с вами работаем, мы друг друга воспитываем, мы друг друга вытягиваем. И это всегда более эффективно с точки зрения, понимаете, да, нашего общего здоровья. Еще раз повторю, это вовсе не означает, что не было лодырей, там были, это все человеческие вещи. Ну, сейчас это не ясно, что все-таки из пустого места не могли. Да, это все человеческие вещи, понимаете, их очень-очень непросто устранить, понятно. Но вот самый главный-то посыл, он в этом-то и заключается. А если посмотреть сегодня, как это, ну, сегодня тут в одном из выступлений, по-моему, Дмитрий Потапенко, что ли, молодец, он правильно вот сказал, я даже как историк полностью с ним согласен, могу даже немного дополнить. Какой-нибудь древнеегипетский рабовладелец, он вообще белой завистью смотрит на нынешнюю власть. А, да, да. Да, причем? Потому что, ну, рабы тогда, да, они были дешевые, но очень дорого было их содержать. Их нужно было где-то размещать, их нужно было как-то кормить, их нужно было как-то лечить, это же собственность моя, да? А сегодня, ну, просто счастье. Все сами. Сами 50%, да, приносят, смотрите, в долговое рабство сами идут, ЖКХ сами платят, ничего не надо там, лечить, ну, кто не смог, там, на кладбище иди, да? Вообще класс. И поэтому вот само понимание качества, знаете, труда, а почему говорят, да, что в советские времена одно из самых главных, наверное, ощущений психологических здоровья заключалось в чем? Уверенный в завтрашнем дне, а сегодня только страх. Сегодня только страх. Особенно, если вам за 50. Вот уволит вас начальник, все, можете смело брать манатки и на кладбище. Все, а кому вы нужны? Вы никому не нужны. С пенсионным возрастом мы знаем, да, что? Все. Вы просто выброшены из этого. Какой тут может быть творческий, созидательный труд? Это вот то, что мы наблюдаем вот в этих вещах, еще раз говорю, ну, Марс блестящий. Всю эту природу, вот этого изуверства, которое может только быть. К тому же, нужно иметь в виду, что в 90-е годы, даже с точки зрения всех этих западных опекунов, Гайдара и всех прочих, даже они изумлялись. То, с каким варварством это все происходило с населением. Потому что, ну, обман, полный грабеж, полная деградация всего и вся. То есть, даже каким-то жадным там западным капиталюгам, ну, это просто не могло присниться во сне. Можно ли сказать, что такой варварский распад Советского Союза был вызван, ну, грубо говоря, коррозией идеи труда? Тут я бы немножко на это другое посмотрел. Во-первых, я все больше и больше убеждаю, что Советский Союз не распался, Советский Союз был уничтожен. Вот, это во-первых. Во-вторых, с точки зрения исторического времени Советский Союз абсолютно, абсолютно молодая цивилизация. 70 лет с точки зрения, это вообще ничего. Тем более, нужно иметь еще в каких, иметь в виду, в каких внешних условиях страшнейшая Великая Отечественная война, страшнейшая, но ни одна страна в мире, в принципе, не смогла бы после этого хоть как-то оправиться. Здесь же наоборот. Потом, все вот эти вот, холодная война, все вот эти вот, да, внешние всякие вызовы. И, как у любой молодой страны, есть болезни, рост. И самую главную болезнь, ведь о них в последние годы Иосиф Писаренович Сталин писал, почему он говорил о том, что нам необходима теория социализма, дальше разбиваться. И ошибка, она, ну, уже после смерти Сталина, конечно, была в чем, на мой взгляд, допущена? Ну, может, я ошибаюсь, конечно, но, понимаете, старались улучшать жизнь людей, да, то есть, условия самой жизни, делать ее комфортней. Но забыли о том, что нужно все-таки улучшать самого человека. Воспитание упустили, сознание. И когда, начиная с Андропова, с Горбачева, пошла вот эта вот диверсия, с одной стороны, своих предателей, верхушки, а с другой стороны, под напором Запада. И в результате вот тут вот эта вот слабая сторона, да, советского, уязвимая, вот она и была подвергнута страшному, страшному просто абсолютно удару. Но, вот тоже интересный момент. В 90-е годы, когда бывало на предприятиях, на заводах, зарплату не выплачивали месяцами, да, месяцами. А рабочие все равно приходили в цеха. Почему? Американский рабочий пришел. В советские годы научили. Стыдно не работать. Нельзя быть дармоедом. И поэтому все равно приходили. Понимаете? Не платили. Я помню, вот у нас, например, в УЗИ преподавателям не платили. Тоже месяцами. Ну, пары велись, занятия велись. Это откуда? Это что, ваш Борис Николаевич нам привил такую? Нет. Это именно оттуда осталось. Отношение к труду. Понимаете? То есть, вот, это абсолютно важный момент. А потом, когда вы начали тянуть вот это все, да, что можно быть тунеядцем, да, что можно, собственно, решать свои какие-то личные проблемы за счет ограбления соседа. То есть, можно на чужих несчастьях, да, расти, да, можно. Вот тогда у вас и пошло. Да, знаменитый вот этот, опять же, из уже 90-х годов, там, ближе к концу, да, что лучше пивное пузо, чем горб от работы. Стремление увильнуть. Или стремление получить некую прибыль из воздуха. То есть, не приложив никаких материальных усилий для этого. То есть, не приложив конкретно труда. И поэтому, вот эти результаты этих 30 лет, вот они все, вот они все и у вас и будут. А как, интересно. Если вы строите такое, если вы создаете такое общество купи-продай, которое друг друга пожирает, если вы полностью устранились от всего этого дела, если вы занимаетесь грабежом, причем, то тут, опять же, очень интересная спекуляция, да, любит все время в сторону олигархов увезти. Ну, а кто вообще главный грабитель, на самом деле, самый нищий, кто у нас, это бюджетники? Бюджетникам что, олигархи деньги платят? Нет. Если бы. Если бы. И вот вы назвали все это услугами, да, здравоохранение, образование, допустим, хорошо. Но в этих вот самых, якобы, по вашему мнению, развитых странах, там США, в Германии, там вообще-то врач и учитель, он получает в разы больше, чем человек, который работает в сфере услуг. А у нас наоборот, почему-то, да? Кто-то ногти кипелит, и в два раза, в три раза больше, чем учитель, который учит детишек, да? И когда сейчас обсуждают, что нужно повышать, значит, вот статус учителя, ну, это просто такой цинизм. Просто диву даешься. И отсюда, вот в конечном-то итоге, и результаты, которые мы и видим. Ни в одной сфере. Ни в одной. Вот на уровне, опять же, системы, да, опять же, вот тут, я говорю сейчас именно в системном, панорамном, общегосударственном видении. Не о каких-то конкретных. Да есть у нас очень много трудолюбивых людей, все это я прекрасно понимаю. Но они же не могут внесистемно существовать. И эта система, вот она обрушивает, она, понимаете, из человека, вот все самое лучшее, хорошее. Она из него вытягивает. Она не делает этого лучше. В отличие от советской системы, которая делала человека лучше. И, может быть, вы не помните, на одну из передач Малахова пригласили внучку Леонида Ильича Брежнева. И когда в этой студии все эти жертвы ЕГЭ стали поносить время Леонида Ильича Брежнева, она правильно сказала, что вы даже покрасить не можете то, что мой дед построил. Она была абсолютно права. Потому что, несмотря на то, что в эпоху Брежнева были противоречия, были уже там элементы всякие, но, тем не менее, труд оставался все-таки трудом. И люди прекрасно понимали и прекрасно чувствовали свою вот эту вовлеченность в это во все. И не случайно такое огромное количество достижений, в какую сферу вы не возьмете, культуру, спорт, науку. Сегодня-то где это? Кстати, а знаете, когда у нас в Российской Федерации восстановлено вот это вот звание Героя Труда Российской Федерации? Когда? Если я не ошибаюсь, только в 2013 году. Вот с 91-го года до 2013-го год. Можно сказать, вообще было уничтожение труда. Вот вам взгляд вот этой вот якобы, да, демократичной, якобы, свободной вот этой якобы хорошей, вот замечательной власти. Вот. То есть Ельцин-центр бухают, да, а... И отсюда, как сегодня видится Первомайская? Но сегодня называется праздник весны и труда. Но вообще, если честно, я рад, что хоть вообще не отобрали эти дни. Пусть хоть люди на огородах потрудятся. Они так это и воспринимают, да? Но вот последние все эти марши, когда еще там доковидные все эти вещи были, смотрите, во-первых, очень странные какие-то лозунги. План Путина, план России. Там, я не знаю, бонусы пенсионерам. Там, три ребенка в семью. А труд где? Да, самое главное, что вы понимаете, я не против, чтобы три ребенка в семью, но при подобном роде отношений у вас, которые вы, собственно говоря, создаете, живодерских, абсолютно невозможных, какие у вас три ребенка? Ведь работающие и бедные, это сами власти признали. Но вот как такое может быть? Вот как такое вот в 21 веке, в самой богатой стране мира, где все есть, вся таблица Менделеева есть, да? Может быть, работающий и бедный. Вот как такое? Где вот? Я вот очень хорошо помню, в Советском Союзе никто по помойкам никогда не лазил. И когда смотришь все эти сегодня там, все эти достижения там вашей демократии, там дерутся за просрочку. Да, пенсионеров можно увидеть на мусорках. Див даешься. Это вот так вот вы вот относитесь к людям. Понимаете? И поэтому люди, они, соответственно, они вот так вот вам и отвечают. Демографии, да? Умирают каждый год миллион. Ну, именно так вот отвечают на вашу заботу. И поэтому очень сильно контрастируют с теми реалиями, которые мы в жизни наблюдаем. И вот это вот, я надеюсь, конечно, что наша страна все-таки начнет восстанавливаться, но вот это вот изменение, качественное изменение, понимание вот именно труда, это будет очень-очень сложная задача. Как сделать? Понимаете, почему? Потому что абсолютно не разделяю представление, это абсолютно русофобия, что русский человек там он бездельник, лентяй, нет-нет-нет. Но вот советский опыт-то как раз-таки и показал, что, знаете, у нас в отличие от Запада, в отличие от всех этих там классических буржуйских, там английских и всех прочих вещей, у нас не только логический какой-то вот сухой расчет мозга. У нас без сердца никуда, так построена наша русская культура. И если это вот где-то нашего человека цепляет именно через сердце, то он горы свернет. Но для этого понятно, да, что власть должна общаться совсем по-другому с людьми. Понятно, что для этого необходимы совсем иные вещи. А так, ну, кто будет строить дворцы-буржики, я не знаю. — Алексей Павлович, а как вы считаете, сегодня бы демонстрация трудящихся была бы как протест? — Ну, сегодня подобного рода вещи запрещены. И сегодня, ну, если вспомнить последние, эти все марши, причем разные политические силы, они вроде как сами организуют. «Единая Россия» идет своей колонной, да, вот, причем вот эти шмаковские профсоюзы, они за ними. Вот это вот тоже очень такая штука. — Странная расстановочка, да. — Да, вы вообще, вы кто? Вы прислуга «Единой России», ну, а если другие граждане Российской Федерации, они как бы не голосуют за «Едину Россию», значит, вы их не защищаете, а значит, это зачем вы надо, да? — Вот. У других там другие какие-то колонны, то есть отдельными какими-то колоннами, да, причем вот сам это говорят о вещах, которые абсолютно не имеют никаких оснований в подлинных реалиях. То есть вот на уровне указов, законов там всего прочего, вот в одном направлении, а здесь вот какой-то театр. Театр. Просто театр. Потому что, как показывают результаты там всех этих проектов, 20-20, 20-15, 20-30, там сколько их, да, ничего же не выполнено. Ну, ничего же не выполнено. И поэтому вы о чем? Вы о чем? И в этой связи человек, который у себя на дачу картошку сажает, он делает более полезное и важное дело. И я думаю, что, может быть, и больше человеческой радости получает от этого труда. И правильно делает. Алексей Павлович, большое спасибо. Мир, труд, май. Вы смотрели канал «Красный проект». Для вас работал ведущий Рия Баката. В гостях у нас был историк Алексей Павлович Синелобов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова